Сегодня с утра один из нью-йоркских ютуберов снял видеоролик о том, что наше представительство, которое мы открывали 3 месяца назад в Бишкеке, благополучно закрыто. Сейчас я позвоню нашему представителю Махаббат. Мы делали по ней видео. Она живая, здоровая. Сейчас мы это увидим. Махаббат. Алло. Алло. Да, Махаббат. Да, да, здрасте. Илья, как меня слышат? Да, хорошо. Видео включите, а я свое выключу. Илья, я сейчас в банк вы... Да, подождите. Алло, Илья. Да, да. Я со Зимеевиком выбежала в банк. Минут через 10 можно будет? Да, конечно, я подожду. Хорошо. Алло. Да, да, я понял. Хорошо. Да, да, да. Я в офис прибыла и сразу заберу вас. Да, я жду, спасибо. Сделаем потише. Итак, пока у нас Махаббат в банке, я хотел рассказать, почему мы открыли офис в Бишкеке. Почему мы решили, что нам стоит слетать в Бишкек. Мы летели 4 часа. Мы были там 3 дня. Мы увидели тех людей, с кем мы работаем. Мы увидели вот такую вот огромную книгу отзывов клиентов, которых до нас отправляла Махаббат. Это действительно опытный человек. Так вот, год назад мы решили создавать экзит-пол возле посольства, то есть работать, делать удаленные мероприятия на улице для того, чтобы собирать статистику по национальности, по гражданству, по запрашиваемой визе. То есть это называется экзит-пол, когда мы встречаем людей, которые выходят из посольства, ведем бланк, отслеживаем, какие у них там решения были по визе, ну и так далее. В общем, и рядом с выходом стояла девушка, такая симпатичная, лет 30, наверное, 5, которая ждала свою группу. Ее группа вышла, группа вышла вся в слезах. Они получили отказ. Это была группа из Бишкека. Мы с девушкой с этой разговаривали. То есть она сказала, что она обтарик, занимается именно визовыми услугами. То есть как посредник она собирает людей в Бишкеке и привозит их в Москву и отдает исполнителям. Вот с нами она захотела взаимодействовать. Мы сказали, что у нас там сумма за работу такая-то, такая-то. Мы заключили договор. Она пришла к нам в офис где-то через 3 дня. Договор был заключен от нашей российской компании, которая официально зарегистрирована в реестр. Ее можно найти. Реквизиты этой компании есть у нас на нашем сайте, есть в нашей группе в Facebook. Был заключен договор. Она нам внесла по 300 долларов предоплаты по договору за группу людей. Мы этих людей собрали. Они все пришли к нам в офис. Два часа я стоя у доски давал им консультацию. Рассказал, какие есть варианты для них. Рассказал, какой бывает кейс, как нужно готовиться. Всем все очень сильно понравилось. Мы начали работать. Я дал перечень документов, которые необходимо собрать для того, чтобы люди были готовы. И по пути возникла идея, что почему бы нам не применить к ним тренировочные упражнения, потому что граждане Узбекистана и Кыргызстана часто проваливают интервью. И мы приняли решение, что нам нужно ввести курсы тренировочных упражнений, которые мы сами проходили. Правда, мы проходили двухнедельные курсы. Мы решили ввести трехдневные курсы. Вызвали из Краснодара Александрова, психолога с 20-летним стажем. Собрали группу тогда. У нас собралась группа 10 человек. Правда, не все люди, которых привела она, но большая часть. И запустили трехдневные курсы. Причем сразу скажу, что это был пилотный проект, и курсы были бесплатные. То есть ничего доплачивать за курсы им не пришлось. То есть я платил лично Александру из своего кармана. Кстати, выяснилось позже, что девушка, оптовик, заключила договор на сумму от 5 тысяч долларов и выше. С каждым с этими людьми, потому что средняя цена в Бишкеке такая за визу. Нам она платила с каждого человека всего 300 долларов, которые, в принципе, мы уже отработали на тот момент. И людям нужна была визовая история, потому что у них не было ни одного выезда. И оптовик, эта девушка, решила их курировать по шенгену. Она взяла с них деньги и паспорта, фотографии, и решила запросить какую-то шенгенскую визу через какую-то вообще стороннюю компанию, которая к нам отношения не имеет. В общем, в итоге она сделала большую ошибку, она заплатила там большую сумму денег без страховки. Взяла тур, который обычно берут, когда уже имеют визу на руках. Она это сделала без визы, чтобы сэкономить. В общем, визу им не дали по объективным причинам, потому что там была куча липовых справок. То, что мы обычно не практикуем. В общем, в итоге деньги ушли, визовую историю у девушек нет, ну, у людей нет. Дальше продолжать работу без визовой истории не имеет смысла. Этот оптовик, эта девушка вообще начала исчезать, неделями не брать трубку. И тут в один прекрасный день мне позвонили люди из Бишкека и сказали, что они ее давние клиенты. Она взяла с них по 12 тысяч долларов, и денег нет, ее нет, она трубку не берет. И потом каждый день мы начали получать письма в Фейсбуке, я там получал на почте. Начали звонить, начали звонить представители силовых структур из Бишкека, говорить, с кем вы работаете. Вы знаете, что она мошенник, что она собрала огромную сумму денег, что вы ей нужны просто для прикрытия. Она с 10 тысяч долларов оплачивает вам 300, чтобы потом свалить вину на вас, что вы там, мол, дескать, ничего не делаете. Хотя мы сделали колоссальную работу. Вот, в общем, я это узнал, мы приняли решение, что мы с ней прекращаем все взаимодействия. Мы начали обзванивать всех клиентов, там было около 15 человек. Пригласили к нам в офис, объяснили ситуацию, сказали, что давайте лучше будем заключать договор напрямую, так как за вас уже сделана предоплата, и доводить вас до конца. Вот, денег у людей не оказалось, потому что они все деньги отдали этой девушке. Девушка эти деньги не возвратила в итоге. В общем, сейчас она находится в следственном изоляторе в Бишкеке, дает показания по уголовному делу. Люди, которых она курировала, периодически нам звонят, рассказывают, что денег с ней они так и не заполучили. Сейчас они работают, чтобы заработать денег и продолжить дальше взаимодействие с нами. Вот, еще был такой момент. Первая девушка, звали ее Анаркан. Зовут ее Анаркан. Это девушка, которая была готова, в принципе, к подаче. Я сделал экзамен с ней. Она должна была ехать в Нью-Йорк на мероприятие. Мы подобрали ей очень такое хорошее мероприятие по ее специальности, по выставке. Я с ней сделал экзамен, увидел, что она не готова. Сказала, Анаркан, вам нужно еще подготовиться. Мне нужно было срочно уехать в Нью-Йорк на неделю, пока меня не было. Как раз еще этот Аптовик, она еще была в работе. Она решила перескочить через меня. Вышла на некого Юрия из Нью-Йорка. Это ютубер. Он с ними заключил договор с ней, с Анаркан, на 300 долларов. В итоге девушка получила отказ. Деньги ее буквально за 5 минут освоили, сделали ей работу. За 5 минут заполнили анкету ДС-160. То, что мы за 300 долларов с этой девушкой возились 2 месяца, готовили, лепили из нее нормального заявителя. Все пошло в тар-тарары. В итоге у нее отказ, в итоге кейс ее разрушен. Спасибо огромное Юрию из Нью-Йорка. Отлично он сделал. Понятное дело, что люди на результат вообще не нацелены. Сейчас как раз Махаббат мне пишет, что она, по-моему, уже готова. Сейчас я ей наберу, и мы с ней пообщаемся. Потому что сегодня мне сказали, что этот ютубер снял видеоролик о том, что наше представительство закрыто. Но я хочу сказать, что чтобы такие заявления делать, надо хотя бы как минимум иметь какую-то бумагу, подтверждающую официальную бумагу, что представительство компании, визовый центр «Атлант» в Бишкеке закрыто по решению суда, например, или по решению прокуратуры. Этого же нет. Я, кстати, сниму слова благодарности этому человеку, потому что мы у него когда-то покупали франшизу. И он нас очень много бы научил, как надо работать, в кавычках. Я уже готовлю видео, это будет благодарность за опыт. Потому что мне, как для юриста, такой опыт, на самом деле, это очень хорошо. Потому что проблемы, которые он мне создает, делают меня сильнее. И за это ему спасибо. Я думаю, что когда я сделаю видео, ко мне присоединятся такие же, как я, люди, которые поиграли в эти игры с этим товарищем. Итак, ждем Махаббат. Вот она мне написала, что она уже рядом. Сейчас мы с ней созвонимся и пообщаемся.